Всем доброго времени. Давайте мы сейчас сделаем такой расклад предупреждения. Что нам хотят сказать карты, о чём они вас предупреждают. На моменте здесь и сейчас послание как раз будет перед Саймоном. Что они вам хотят сказать. Тут намольные люди вышли христианского эгрегора. Здесь вами могут работать через церковь. Пытаются просить смерти прямо там. Действительно, есть ненавистные люди. Это женщина, которая ставит за вас свечи, пытаясь обмануть Бога. Делает она... Знаете как? Вот есть такие люди, я сейчас вам объясню. Они идут и ставят свечу за здравие своему недоброжелателю. И думая, что эта свеча возьмёт его за упокой. Но на самом деле полностью все видны. Вот. И здесь есть такая женщина, которая пытается работать с вами через христианские эгрегоры. Приходя в церковь, ставим свечи за упокой. Ой, за здравие. Думая, что это пойдёт вам за упокой. Так не действует на самом деле. Вот. Здесь идёт такая информация, что эта женщина давно уже этим занимается. Сейчас, минуточку, я отвечу. Окей. Спасибо. Вот. Как будто прям прорабатывает. Прорабатывает, прорабатывает, прорабатывает вас. Но это бьёт ей откатом. Да, правосудие. То есть вершится правосудие, вершится там, вершится всё. Не здесь. Эта женщина может быть вам по роду. Озлобленная. Окей. Далее что? Далее у нас идёт информация о том, что мужчину, которого вы потеряли, увели его по привороту. Здесь идёт информация, что вот у вас была крепкая семья. Уже должен был быть род. Дети. Но всё оборвалось и всё закончилось. Как будто отрёкся от вас мужчина. Вот отрёкся. Из-за приворота. Я ещё даже карту не достала. Уже видела. Здесь как будто бы насильно вашего мужчину повели под венец. Или же вот муж, который собирается уходить от вас сейчас из семьи. Это говорит о том, что есть на нём магическое воздействие. Он очень сильно поменялся. Далее есть крадники вашего здоровья. Крадники, крадники прям делают. Вы пытаетесь защищаться, обороняться, но вы неправильно проводите ритуалы. Я же говорю ритуалы. Идёт закольцовка. Идёт закольцовка. Есть люди, которые очень сильно завидуют вашим деньгам. И я уже говорила это в предыдущем, по-моему, раскладе, да? Е-е-е-е. Я мастер всех ведьм. Ведьма любой ведьми. Я просто чисто, блядь, достаю карты. Я уже даже знаю, какая карта выпадет. Мне иногда самой страшно от моих предсказаний. И вот идёт такая информация, да, о том, что есть люди, которые просто перестают с вами общаться, перестают общаться с вами из-за того, что вы зарабатываете. И эти люди, они видят в вас кошелёк. Они не могут с вами общаться из-за зависти. Просто из-за зависти. Они хотят, чтобы вы оказались на погосте. Обманывают вас, ваши друзья. Обманывают вас. Вампирят вас. Вампирят вашего дитя. Тут смотрите. Через язычество могут работать с вашим ребёнком. То есть как-то просить славянских богов, чтобы дети ваши были наказаны. Смотрите, вы мне скидываете свою фотографию, оплачиваете по номеру на карту. Я смотрю и голосовым сообщением скидываю вам информацию. Так, далее работаем. Ваших врагов бьёт плата, но и вам прилетает. Мне ещё говорят, рассказывают, что есть на работе конкурент-соперник, который насылает на вас бесов. На ваш дом насылает бесов. Тут через гигату могут работать, прямо работать на вас. Может быть, кто-то общается, пытается наладить связь с богиней-гигатой. Я так скажу, что здесь смотрят меня торологи, но не доторологи, просто не доторологи, которые говорили людям ложь, работали по инструкции и теперь за это отвечают. Что-то быстро в вашей жизни изменится. Что-то быстро в вашей жизни... А что именно? О, это относится к женщинам. Будете выбирать. Будете находиться... Ой, тут у нас и операция. На грани жизни и смерти. Почему? Может, кто-то из вас работает медсестрой в реанимации? Все-таки из-за проклятия ваша доброта была неоценена. Вы ложитесь под операцию. У кого-то операция. Вы можете даже не встать после нее. Вас кто-то проклял. Вас прокляли родовые. И приворот, который вы заказали, или же сделали сами через руны. Вам это не снять. Вы пока не обратитесь к мастеру. Скачки давления, постоянные ангины, постоянный холод, постоянная... Какая-то тяжелая ноша, которая есть у вас. Это все из-за того, что вы сделали ритуал через руны, как на мужчину. Но он был неправильно сделан. Теперь вас душат бесы, ломают бесы. Родовые. А, родовой бес еще хотел бы с вами подружиться, но вы не можете наладить с ним связь. Есть мужчина, мусульманин, мусульманский эгрегор, мусульманский эгрегор. Либо же кто-то может, я не знаю, выйдет, не знаю, женится, выйдет замуж, может, женится на вас. Мужчина, мусульманского эгрегора. Мне еще говорят о том, что вот вы настолько много в жизни видели предательства, что уже как у вас души нету. Вот вы как на автомате, вы как робот. Но мне еще говорят о том, что ваши труды будут вознаграждены. Вы получите за свой труд награду. Награда ваша, все, что вы хотели в жизни, это покой. 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 У кого-то чакры пробили. Защиту, кстати, вашу могли тоже пробить. Будут колдовать на вас. Вы в унынии сидите, в унынии. Мороки на вас еще есть. На вас есть мороки, которые нужно снимать. И делает это женщина. Из-за зависти. Еще мне говорят о том, что, допустим, если вы дома воском занимаетесь, на воске отливаете, делаете отливки, делаете и отводы. Вы неправильно делаете те моменты с воском. Воск? Что-то вот с воском у вас неправильно идет. С воском. А, еще мне, смотрите, что передают. Собака, которая сейчас болеет у вас и находится на грани смерти, на собаку навели порчу. Вот на собаку порчу. Поэтому можете обратиться ко мне с этим вопросом. Здесь вот прям можно спасти собаку. Прям можно. Но надо успеть. Надо успеть. Вот. Потому что здесь как будто вот уже третья собака у вас умирает. Это может быть из-за порчевого ритуала. Все. Я всем желаю добра. Всего хорошего. Не болейте. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.